Добрый день! Сегодня 28 ноября 2022 года. Мы читаем продолжение письма. Плохому я их не учила. Никто не спрашивает у детей, как они видели наш брак. Нашу жизнь, отношения в церкви уверены. Им есть что рассказать. Я хочу уехать вообще из этого городка подальше. Раз хотите, то уезжайте. Я ведь решила развестись не только из-за того, что произошло два года назад. Но после того случая у меня как пелена с глаз упала. Я увидела, с каким на самом деле человеком я живу. Да, моя хорошая. Вам вот понадобилось целых 18 лет. Целых 18 лет, чтобы это увидеть. Уже 20. Вот будет, как они еще не разведены. Потому что вот она только сейчас решилась. А кто-то никогда не увидел. С холодным, расчетливым, равнодушным человеком, который живет, как он хочет. Я спросила его про детей от прежнего брака. Скучает ли он по ним? Нет, не скучаю. У меня ничего общего с ними нет. Когда у нашего сына был день рождения, я спросила его, звонил ли он сыну. Нет, а зачем? Я же ему отправила СМСку днем рождения. А говорил, что очень любит. И, кстати, до сих пор он не поставил ни одну фотографию сына в свою комнату. Не спрашивает, как он служит в армии. Почему она говорит про фотографии? Потому что у нас вот принято фотографии в альбоме держать. А здесь принято и по стенам развешивать, и на свой рабочий стол. Если вы где-то работаете, то там. Если вы дома работаете, у вас есть стол, за которым вы работаете. Там тоже стоят ваши семейные фотографии дорогих вам людей и детей в первую очередь. Я до последнего надеялась, что хоть сына нашего любит по-настоящему, не, даже не интересуется. С глаз долой, из сердца вон. Кстати, никто из его старших детей в церковь не ходит. Наверное, этому тоже есть причина. Наверное, есть. Многие, наверное, подзадумывались на том, что вот он ждал, когда Бог все порешает. И жили мы в нищете. А мы сами сделали свою карьеру, построили свою жизнь и купаемся в достатке и роскоши. Я не психоаналитик и не собираюсь копаться в его голове. Мне бы в своей разобраться. Я всегда думала, что альфонсы – это молодые мужчины. И пожилые дамы, оказывается, бывают и наоборот. Пожилой ребенок и молодая жена. Главное, чтобы была мамочка. Абсолютно верно. Абсолютно верно, моя дорогая. Теперь становится понятно. Его равнодушие к сыну и другим детям. Они конкуренты. А в центре внимания должен быть только он. Он говорит одно, а делает другое. Говорит, что любит при этом полное равнодушие с его стороны. И я для него пустое место. Вы знаете? А ведь он меня за всю нашу совместную жизнь никогда не назвал меня по имени. Только женщина или дорогая или малышка. А в разговорах упоминает меня только так. Моя жена или эта женщина, или она. Причем все это замечали. А мне казалось нормально. Он же называет меня бэби. Я всегда носила длинные волосы. Да, действительно. Я вас видела только с короткой. Потому что ему нравилось. Когда стало много работать, ходить с пучком, мне надоело. Я посредилась коротко. Очень коротко. Мне нравится, потому что я чувствую себя ухоженной. Да, на самом деле. Я просто не знала, какова причина того, что вы так коротко-коротко постриглись. Он мне сказал, что я выгляжу как мужичка. Да что вы? Вы очень элегантная леди. Вот такие комплименты я получала. А говорила, что я подарок от Бога. Вот такое феодальное, архаичное отношение к жене и семье в целом. Мы как приложение, как рыбки в аквариуме. Посыпал крошки, вроде как и не один, вроде как и живность в доме. Посыпали крошки, вроде как не один, вроде как живность в доме. Манипуляции продолжаются. Например, молчание, печальное вздыхание. Не смотрит в глаза, плачет без слез. Как он себя плохо чувствует. Он очень устал. Потом, да, я все сделаю, как ты скажешь. Если хочешь разводиться, я согласен. Хотя не хочу разводиться. И тут же, когда дом будем продавать. Недавно он вдруг меня спрашивает. А почему мы разводимся? Под дурака косит. Я не выдержала. Мы сели в зале. Я стала в хронологическом порядке описывать всю нашу совместную жизнь. Его отношения ко мне и детям. А он смотрит на меня, как будто только что родился. И нарочито говорит, какой я подлец. Я сукин сын. Но так и не было никаких извинений. Нарциссы никогда не извиняются и не раскаиваются. После этого я сказала пару-тройку крепких словечек, и разговор закончился. Больше он с таким вопросом не обращался. Этим летом он сказал, что его ошибкой было разрешить мне работать. Да-да-да, конечно, это самая главная ошибка. Потому что эта ошибка привела вас к достойной жизни, к которой он не стремился и, видимо, до сих пор не привык. А где бы мы сейчас жили? На его 800 долларов в месяц пенсию. Ему, наверное, было бы хорошо, если бы я так и не выучила язык, не получила образования и специальность. И сидела дома и молилась на него. Зато была бы послушной женой. Еще он мне сказал, что если я вдруг стану парализованной, он первый ко мне примчится и будет ухаживать за мной. Я ему поответила, почему ты хочешь, чтобы я была инвалидом? Чтобы показать свою любовь? Я пока молодая, здоровая. Зачем ждать? Да, действительно, показывайте сейчас. Но вот, ребята, верите в слова, что я-то тебе потом помогу? От человека, который никогда ничего не хотел сделать, когда вы живая, молодая, красивая, на это рассчитывать никак нельзя. Он как раз первый бросит. Недавно я работала с девочкой, она из Африки, молодая, ездит домой два раза в год. Ее мама уже имеет грин-карт, показывала фотографии ее свадьбы в Зинзибаре. А я подумала про себя, вот молодец. А я ведь не была на родине 20 лет, во мне на что было. Билеты дорогие. Буду закрывляться. Если вспомнить все моменты, то можно и роман написать. Получается почти роман про то, про что многие очень не думают. У нас же многие решают, что если американец, значит все благополучно. А если религиозный, то вообще шикарные отношения. Как здорово, что вы про это, про все написали. Плакать перестала, когда поняла, что я не жертва в этой ситуации. И беру ответственность за себя и свою жизнь. Молодец. Зла нам уже не держу. Все обиды давно испарились. По-человечески мне жаль его. Жалко, что все так получилось. Есть такое выражение. Брэд Крамблин. Суть в том, что тебя игнорируют. Но потом дают что-то, чтобы заинтересовать. Но в очень маленьком количестве. Чуть-чуть. А потом снова забывают. Так вот, хлебные крошки мне больше не нужны. Я человек неприхотливый. Но совсем уж в черном теле тоже быть не хочется. И моему ангельскому терпению пришел конец. Как хорошо, что наконец-то пришел конец. Наконец-то вот он. Я работаю в другом городе и штате. Сняла угол. Домой приезжаю только по делам. Не хочу видеть его унылое лицо. Он может сидеть часами со мной в зале и молчать. Говорить с ним не о чем. Когда он выкидывал холодильник и трактор, это все было сделано в мое отсутствие. Я подала на развод. Он подписал все документы. Большая, вы молодец. Как я рада, что вы на это решились. Когда я пришла в суд оформлять бумаги, я сидела и ждала своей очереди. Когда клерк назвал мое имя, мне было страшно. Неужели я все-таки на это решилась? Может, передумаешь, пока есть время. А вдруг пожалеешь? А вдруг зря? Передо мной стоял выбор. Или возвращаться в прошлую жизнь в ущербные отношения. И выбрать его. Где нет уважения друг к другу. Или выбрать себя. И идти в новую жизнь. Я выбрала себя и свою новую жизнь. Молодец. Я не жалею, что сделаю этот шаг и не оглядываюсь назад. Я согласна. Мне нужна психотерапия. Не хочу наступать на те же грабли. Многим женщинам трудно развестись даже с теми, кто их открыто унишает. Бьет, пьет и так далее. А еще труднее уйти от такого, кто этого не делает, но манипулирует эмоционально и психологически. Я очень долго думала, прежде чем послать это письмо. Оно написано не с целью вызвать жалость или выдавить слезу, а с целью показать, что и такие браки бывают. Пожалуйста, не кидайте меня камнями. Не за что кинуть, моя хорошая. Мы просто удивлены, не только я, все удивлены, как долго вы смогли терпеть. Вы очень терпеливая. А то, что написали, это свое письмо с тем, чтобы показать, что вот такие браки тоже бывают. Это здорово. Но самое главное, самый главный вывод, который мне хочется из этого сделать, то, что из таких браков надо выходить максимально быстро. Как только поняли, что вами манипулируют, как только поняли, что вам дают крошки для того, чтобы удержать, не надо эти крошки принимать. Кто-то вам сможет подарить другую счастливую жизнь. После того, как я была готова начинать публиковать это письмо, мы с ней еще раз поговорили. Я задала ей вопрос, разместила ли она анкету. Еще не разместила. Еще не разместила, потому что ждет развода. Думаю, что развод у них произойдет очень быстро, потому что она объяснила ему, что оставит ему столько, сколько оставит, и он должен быть очень тому рад, потому что без нее, безусловно, этих денег бы никогда не было, а так хоть какие-то будут. Пусть выживает так, как он привык на Бога, надеется, а может быть, перестанет сам блажать, потому что возраста пока не критически. Еще можно где-то подрабатывать. Девочки, не надо ждать развода, потому что на момент сепарейт в каком-то штате полгода надо жить не вместе. Вот в нашем Южной Королиде год надо жить, а в некоторых даже два. Во всяком случае, я никогда про это не знала. Это не американские законы, это английские. И не знаю, на всех ли оно распространяется. Но сейчас как раз вышла пятая часть фильма «Корона», и там рассказываются о принцессе Диане и Чарльзе. И она на момент, когда они были сепарейтед, но она продолжала жить в своем дворце, естественно, она уже стала смотреть вокруг. Есть ли тот человек, который может ее осчастливить? А уже нам-то, простым грешным, конечно, нужно себе помогать. А именно ухаживание и комплименты других людей очень здорово могут поспособствовать вашему выходу из этой критической для вас пока ситуации. Потом, с годами, вы будете оглядываться и говорить, «Как здорово, что я это сделала!» Пока вам кажется, что что-то происходит нереальное, и даже мысли возникают, не оставить ли все как есть. Я рада, что вы выбрали себя и свою новую жизнь. Приближайте эту новую жизнь максимально быстро. Пусть уже сейчас кто-то вас радует тем, что он счастлив вас видеть, счастлив с вами проводить время. Вместе куда-то выходите, обсуждайте, разговаривайте. Это приносит много-много красок в нашу жизнь. Как хорошо, что я не успела опубликовать этот ролик. Стала вот сейчас писать описание и обнаружила, что до конца я его не прочла. Видите, я там записывала в походных условиях, без подставки. Слава богу, сейчас исправлюсь. Есть выводы по этому письму, а я их все пропустила. Подытоживая все вышесказанное и уроки, я извлекла от 20-летнего бездарного брака. Я вышла замуж за человека, которого совершенно не знала. Недалекого и бесцельного, инертного. Который просто плывет по течению и ни к чему не стремится. Не жалейте чужих мужей, не ищите им оправдания. Мужчина должен быть свободен от всяких отношений на момент встречи с вами. Мужчина должен добиваться вас. Вы не должны заслуживать его любовь. Не служите мужчине. Не отдавайте всю саму себя. Не ставьте его на пьедестал. У мужчины должна быть цель в жизни. Мужчина должен и хочет работать для семьи. У вас должны быть темы для разговора, общие интересы. Не живите только интересами мужа. Не надо ждать 20 лет, чтобы принять решение. У вас должна быть цель. Вы такой же человек, как и ваш избранник. И Бог одинаково любит вас. Вы стоите того, чтобы вас любили. Вам должны оказывать знаки внимания. Вы не коврик у двери. Девочки, пожалуйста, становитесь на ноги. Идите в люди. Получайте специальность. У вас должен быть свой заработок. У меня были замечательные родители. Меня всегда учили хорошему, как правильно вести себя, как помогать другим уважительно относиться к старшим и так далее. Но меня не научили любить себя. Девочки, любите себя, уважайте себя. Всем желаю мира, здоровья, благополучия и процветания. Да, моя дорогая, очень многих не научили себя любить. И для меня это очень большое открытие. Потому что многие-многие с нашего канала пишут про то, что только придя сюда, они задумались о том, что себя надо бы любить. А с вами была Галина Смис. Будьте счастливы. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok